Всем привет! С вами Оля. Саживайтесь по удобнее, приятного просмотра. Сегодня у нас очередное парфюмерное видео. Тему выбрала немного спонтанно и захотелось мне вам рассказать, поговорить с вами, потому что, возможно, что-то вы мне подскажете в комментариях, что часто мне делаете. Рассказать про женственные, нежные ароматы с тонким, каким-то таким воздушным шлейфом, флёром. Те ароматы, которые заставляют вести за собой носом, спрашивать, что на вас надето и так далее. Для меня, в первую очередь, ароматы, которые подходят под это описание, это те ароматы, которые содержат ноту жасмина. Поэтому, наверное, сделала такую небольшую подборку именно на жасминовую тему женственных, таких вот влекущих, шлейфовых ароматов. Да, вот так, так хочется сегодня поговорить о таких прекрасных ароматах. Поэтому, если вам интересно, конечно же, оставайтесь со мной и под видео жду ваши комментарии, ароматы на такую же тему, потому что я думаю, что я расскажу про очень маленькую кучку, а их огромное количество. Давайте потихоньку начнём. Первый аромат, который я вам хочу показать, это вот такой аромат от Ив Фраше, Тандр, Жасмин. Ещё раз повторюсь, то, что ароматов с жасминами очень много, огромное множество. Их просто невозможно собрать в какое-то воеденное видео. Поэтому говорю про такие, наверное, самые мною любимые и всё, что вообще попалось под руку. Не могу не отметить этот аромат, потому что это тот аромат, который у меня был очень-очень давно, когда я ещё совершенно не увлекалась парфюмерией, когда у меня было один-два флакона и то подаренные. Да, этот аромат мне кто-то дарил, я уже не помню его историю, откуда он у меня появился. У меня была миниатюрка, я её всю вымазала, и потом вот уже появился полноценный флакон. Это, да, это аромат про жасмин. Возможно, если у вас уже искушённый нос, если вы такой прям вот парф-маньяк, парф-любитель, или ваш самый любимый жасмин, это жасмин от Тома Форда, конечно же, этот аромат уже будет вам неинтересен. Возможно, этот аромат вы уже не воспринимаете как таковой, да, как аромат с ноты жасмина. Но я помню, сколько комплиментов он собирал. Я помню, что я ходила в нём на работе, меня постоянно спрашивали, что на мне от... Мне постоянно говорили то, что от меня очень вкусно пахнет. И это на самом деле аромат про тонкий, сладковатый, без каких-либо навязчивых других нот. Жасмин. Я не буду сейчас вот прям вот разбирать пирамиду, потому что это ни к чему. В то время, когда я им пользовалась, пирамиды я никогда не разбирала. И если мне было написано... Да и название-то, может быть, не читала, я уже даже и сейчас не помню. Но то, что этот аромат очень комплиментарный, это факт. Так что есть, если желание, послушайте, попробуйте, присмотритесь. Вдруг понравится. Следующий аромат, который знают, наверное, каждый, возможно, также многие любят. Он у меня уже практически на излёте. Я даже, если честно, не могла полностью побрызгать блотер, потому что... Вот прям пару капель. Потому что я его на самом деле износила. Я его покупала уже давно, когда также ещё только начинала увлекаться парфюмерией. Мне захотелось именно... Помню, я тогда пришла в магазин L'Etoile и просила, да, просила мне подсказать аромат со шлейфом, с тонким шлейфом. И девушка мне показала вот этот вот аромат Труссарди Донна. Это перевыпуск, то есть у Труссарди был аромат Донна когда-то давно, и в 2011, по-моему, году они перевыпустили. Сделали у меня парфюмерная вода, знаю то, что ещё есть более лёгкая версия в туалетной воде, поэтому я говорю про свой. Для меня это очень красивый жасмин. Опять же, те, кто не искушён, да я не знаю даже, если искушён, то это также стоит послушать. Без индольности, без какой-то навязчивости, без животинки, с сочными фруктовыми и такими отдельно какими-то цитрусовыми, ярко-цитрусовыми нотками. Он чувствуется чисто, нежно, опять же так, очень-очень шлейфово, да, от этого аромата также очень тонкий, приятный шлейф, который, ну, обязательно заставят посмотреть на обладательницу, кто же прошёл в таком красивом и приятном аромате. То есть, он, в принципе, не замысловатый, но настолько приятен носу, то, что я сейчас, я его очень давно носила, и сейчас я понимаю то, что я хочу опять его в свою коллекцию, как представители именно жасминовых ароматов. Не надо изобретать велосипед, не надо что-то там выискивать, какие-то супер нишевые дорогие дома. Ну, это тоже, конечно, не возбраняется, но если вы хотите простого, понятного, вкусного жасмина, обратите внимание вот на этот экземпляр и обязательно расскажите мне своё мнение, если знакомы, либо, возможно, после видео побежали и попробовали. Следующий аромат, который также уже давно в моей коллекции, такая малышка от Монталя, это Шипре Фрюте. Это тот аромат, который я приобрела, когда начала знакомиться с Шипрами, то есть где-то услышала, где-то понюхала. То есть все эти ароматы были приобретены пошагово, по мере того, как я начинала знакомиться с какими-то категориями ароматов. То есть это все такие старички, очень милые моему сердцу, очень любимые, и да, поэтому очень хочется про них говорить и говорить. Это уже такой жасмин более яркий, такой на Монталевскую тему, более сладкий, заслащенный, опять же, с огромным количеством фруктов, но он чувствуется свежо, он чувствуется легко, здесь нет какой-то давящей ванильности, сладости, вот прям переслащенности. То есть сладость такая свежелёгкая, от неё не устаёшь, от неё не болит голова, она не перегружает, она ни в коем случае как-то негативным образом не может влиять на обладательницу и на носительницу данного парфюма, но, естественно, если соблюдать дозировку. То есть это такой жасмин уже на Монталевскую тему, немного восточность, но при всей вот этой яркости, при всей вот этой прям вот сумасшествии какой-то красок во флаконе, это чувствуется, ещё раз повторюсь, свежо и, опять же, очень шлейфово, очень женственно, и, ну, классно. Следующий представитель жасминного направления, взят как в качестве такого экспоната, это Эльен Сублим, но вообще можно было перебрать всю линейку Эльенов, потому что они все на, не буду брызгать, потому что прекрасный аромат знаю, все на тему такого вот жасмина а-ля Тири Мюглер. Для меня складывается такое впечатление, то, что у Тири Мюглера практически все ароматы из серии Эльен на тему вот этого космического жасмина, то есть это вообще-то жасмин, но он настолько непривычен, необычен, что ли, мне он чувствуется с какой-то горчинкой, возможно, лимонная какая-то корочка здесь добавлена, то есть здесь кроме жасмина очень много разных нот, чувствуется здесь, опять же, и цитрусовый взрыв такой просто неимоверный, но все на какую-то такую необъяснимую космическую тему, я не знаю, как это описать можно словами, но я думаю то, что можно, наверное, как-то обойтись такими вот эпитетами космический, какой-то не от мира сего, какой-то неординарный, да, то есть этот жасмин отличается от тех жасминов, которые мы привыкли слышать в ароматах, это такая мюглеровская фишка, солнечные ноты, какие-то такие вот интересные ноты добавлены еще в пирамиды, но я думаю, это больше такой маркетинговый ход, солнечные ноты, конечно же, вряд ли как-то пахнут, но я думаю то, что это сделано специально, чтобы мы могли пофантазировать на тему жасмина, на тему вот этой вот богатой пирамиды, в общем, что я хочу сказать, это необычный жасмин, немного с горчинкой, немного с какой-то такой, ну, интересной какой-то составляющей, не могу я ее описать словами, я думаю то, что многие знакомы с данными ароматами и понимают, про что я, то есть неординарный, не от мира сего, космический, такой вот потусторонний какой-то, непонятный, и именно этим он привлекает внимание, его приятно носить, от него также отличный, огромный, великолепный шлейф, но опять же надо соблюдать дозировку, чтобы этот шлейф не превратился вам в удавку, да, для вас и тем более еще хуже, если для окружающих. Ну, я думаю, лично этим ароматом трудно, наверное, переоборщить, потому что он все-таки более такой весенний, более легкий, свежий, нет в нем какой-то излишней тяжести, что нельзя сказать про классический, допустим, майолин. Так что, если ищете такой вот шлейфовый, красивый, необычный жасмин, присмотритесь вот к этой линейке, я думаю то, что здесь можно найти что-то необычное, интересное для себя. Следующий жасмин также необычен, также, да, неординарен, но он необычен именно потому, потому что он пудровый. Это жасмин пудре от Comptoir Sud Pacific, я его набрызгала сейчас на себя, и не на себя, на блотер. И для меня это, знаете, такой жасмин в чистоте, то есть когда нюхаешь от этого аромат, первое, что приходит в голову, это такая цветочная чистота, легкость, свежесть, то есть, возможно, какая-то такая, не знаю, пудровая нега с лёгким цветочным флёром. То есть я не могу сказать, что здесь прям вот конкретно цветок жасмина. Я скорее, наверное, скажу то, что здесь именно какие-то цветы в очень таком густом, чистом, воздушном пудровом облаке. Аромат чистоты, аромат белизны, аромат такой невинности, опять же, свежести, то есть при всей своей такой пудровой направленности, как мы знаем, пудровые ароматы, они зачастую бывают плотные, зачастую бывают такие немного душноватые. То есть здесь вот именно эта пудра как раз за счёт того, что в ней в составе находится жасмин, чувствуется свежо, легко и очень приятно носится в любое время года, в любое настроение, совершенно вообще на любой случай жизни. Классный аромат. Присмотритесь, если любите пудру, и тем более, если любите пудровый жасмин. Я думаю, то, что такое сочетание очень редко встречается, по крайней мере, я ни разу не встречала сочетание этих двух нот вместе. Следующий жасмин нежнейший, великолепнейший, прекрасный. Это La Réligieuse от Serge Lutene. Прям вот недавно совершенно рассказывала про два аромата от Lutene, поэтому ссылочку вам оставлю. Посмотрите, не буду я уж сильно углубляться, но это такой тонкий, опять же, невинный, очень женственный, шлейфовый, прекрасный жасмин, не испорченный никакой он дольностью, животностью, какой-то горечью, излишней сладостью. То есть вот прям вот как надо. Такой, как доктор прописал, немного в дымном оформлении. То есть здесь нам в аромате пишут ладан, но как такового ладана я здесь не чувствую. То есть если вы боитесь, допустим, пугаетесь, да, яркого звучания ладана, здесь его нет. То есть здесь больше такая цветочность шлейфовая, очень женственная, немного в такой, в туманной дымке. Есть аромат дымка, дыма есть, но он настолько приятен, настолько он вписывается в общую композицию. Ну, я думаю, то, что автор сделал все возможное, чтобы это вписывалось в общую композицию. Поэтому не бойтесь, уже говорил в предыдущем видео, сейчас повторяюсь, отличный аромат с отличной стойкостью, отличным шлейфом. Следующий аромат из этой же категории. Так получается, то, что я повторяю, в принципе, из аромата в аромат одни и те же слова, но я сделала именно такую подборку, что, ну, они женственные, да, куда деваться. Они женственные, они шлейфовые, они очень тонкие, поэтому каждый аромат, я именно такими эпитетами описываю, это ароматы от Марии Люкс Медли. В пирамиде жасмина нет, но мне он здесь ярко чувствуется. Здесь для меня комбинация, как сказать, не соло, дуэт, туберозы и жасмина. И, опять же, они сладкие, они очень томные, они очень такие влекущие, зовущие, но общее впечатление от композиции свежо, легко, деликатно и очень тонко, очень шлейфово. То есть при всей такой ненавязчивости, при том, что в композиции нет каких-то ярко выраженных, опять же, ванильных, таких вот нот, которые, ну, бывает, очень перегружают аромат. Он ярко сидит, он интересно сидит, и он просто неимоверным образом украшает свою носительницу. Для меня, знаете, это идеальный аромат, допустим, для невесты. Если бы я, допустим, выходила в нынешнее время замуж, я бы обязательно сопроводила себя именно этим ароматом. Нетипичный представитель о жасминых ароматах, такой вот бутылек-красавец от The Different Company, это Jasmine de Nuit, а как бы ночной жасмин. Я, конечно, ни за что бы, наверное, его не взяла в эту подборку, если бы не говорящие само за себя название, потому что, ну, не могла я не рассказать про жасминовый аромат, если уж он есть в названии. Но на самом деле он мне как раз не про жасмин. Вот этот аромат пахнет мне Coca-Cola, пахнет мне Новым Годом, пахнет мне каким-то праздником. То есть он как-то вот так вот вбилось в мою голову, то, что он мне пахнет газировкой, и всё. Я здесь, наоборот, не чувствую жасмина. Конечно же, здесь есть этот цветок однозначно, но настолько он у меня забит пузырьками вот этого ароматного напитка, что я его с трудом здесь чувствую. Если бы мне, допустим, закрытыми глазами предложили примерно хотя бы сказать пирамиду, я бы ни за что не сказала то, что здесь есть жасмин. Так что, если ищет жасмин и поведётесь на название, это как раз тот вариант, когда здесь вы его скорее не найдёте. Ну, сам аромат классный, я его ношу уже которую зиму, для меня он исключительно, опять же, зимний, ассоциируется почему-то с Новым Годом, с праздниками. Ну, наверное, все мы видим эту рекламу, когда едет поезд с бутылками Coca-Cola, и вот как-то вот так вот закрепилось в моём сознании. Это уже, наверное, будет четвёртый Новый Год с этим ароматом. Очень люблю, сейчас понюхала, прям уже такие эмоции. Скоро Новый Год, классный праздник, но ни капельки не жасмин. Кто устал, потерпите ещё парочку, но это такие ароматы, которые одни из самых моих любимых представителей не только жасминового направления, но и вообще те ароматы, которые я давно-давно люблю. Это, опять же, те ароматы, которые были давно-давно приобретены, и до сих пор они со мной. Это вот такой вот Pure Poison, как хотите называйте, и так, и так будет правильно. Это либо на французский, либо на американский манер, на английский. У меня тоже, когда как язык поворачивается, и Poison мне нравится, и Poison нормальный. Аромат для меня, опять же, аромат ассоциации. Я его носила, наверное, опять же, года четыре назад, начинала носить, года четыре назад, летом. Поэтому он исключительно для меня летний, я сейчас вот его вдыхаю и вспоминаю именно то лето. У меня как раз родился второй ребёнок, я гуляю с коляской, сижу где-то на лавочке, летом в тенёчке, кругом деревья распускаются, то есть на улице, наверное, начало лета было. И вот этот аромат меня сопровождает очень долго. Я помню, я надушила им футболку, так вот от этой футболки пахло до следующего сезона. То есть я её носила, я её, видно, не постирала, убрала, и когда я её достала, то есть он очень яркий, он очень стойкий. Именно этот аромат надо носить очень аккуратно, если вы не хотите ни сами задохнуться, ни задушить окружающих. То есть один пшик и то куда-нибудь, не знаю, может даже туда куда-нибудь под одежду. Но это красивый аромат, это 100% цветочный аромат. Если вы не любите такие вот ярко выраженные цветочные ароматы, то скорее он вам не понравится. Бело-цветочный аромат, буйство белых цветов, каких только возможно. Опять же не буду раскладывать на конкретные какие-то ноты, потому что я, если честно, затрудняюсь это сделать. Для меня это аромат единое целое. Это опять же тот случай, когда я не делила аромат на ноты, а просто носила его и наслаждалась. Повторю то, что это опять же жасмин, это много белых цветов, это возможно те же самые цитрусы. Но это такая стандартная комбинация для таких свежих, легких, летних ароматов. Но он очень яркий. Он такое ощущение, как будто здесь просто убийственная концентрация. Ну, он при всей своей вот этой цветочности так может тяжело сесть, что может разболеться голова. Так что отличный представитель цветочного направления с шикарнейшим, просто умопомрачительным шлейфом. Если вы соблюдете дозировку, за вами будут бежать, просто на коленях упрашивать, рассказать, что же на вас за аромат. Если вы с ним переборщите, то вас, наверное, будут с таким же упоением упрашивать смыться куда-нибудь подальше. Так что такие вот у меня эмоции к этому аромату. Люблю, не могу. Просто вот всегда жду лета и, наверное, в первые солнечные жаркие дни всегда в него наряжаюсь. И последний, наверное, на сегодня, оставила его напоследок. Это мой любимец, опять же. Это один из самых комплементарных ароматов моей коллекции. Это то, что постоянно отмечает мой муж, когда я надеваю этот аромат. Это то, что спрашивают на улице. У меня не часто спрашивают вообще, что на мне, как на мне вообще, чем я пахну. Мне кажется, большинству людей вообще пофигу на это дело. Это мы тут такие вот увлеченные люди парфюмерии. Ходим, нюхаем, чем же здесь пахнет, чем же здесь. Ой, от этого и этим пахнет. Ура, я угадала. Этот аромат, да, я помню, даже девушка одна бежала. Где-то я в фикс-прайсе, что ли, гуляла. С ручкой, с блокнотом бежала для того, чтобы записать на самом деле название этого аромата. И я сама, я его очень люблю. Я его, знаете, когда надеваю? Когда я иду куда-то в люди, когда я иду, допустим, на собрание, в школу, в садик. Куда-то вот на такие вот мероприятия, где будет много людей. Потому что я заведомо знаю то, что я буду вкусно пахнуть. И мне будут, заведомо знаю, да, что мне будут завидовать. Это Narcissa Rodriguez for her mask. Сразу вас разочарую немного то, что этот аромат уже снят с производства. Но если вам сильно хочется его найти, вот всё равно ещё продаёт в интернет-магазинах. Его где-то можно найти с рук, на форумах. Если вы парфу увлечённый человек, я думаю, вы сможете заморочиться и найти данный аромат. В интернет-магазинах он продаётся спокойно, свободно. Так что флаг вам в руки и удачи. Я вообще крайне положительно отношусь к творчеству Narcissa Rodriguez. На мою кожу мускусы Rodriguez садятся великолепно, сидят долго, звучат просто сногсшибательно. Поэтому эта информация будет полезна тем, у кого схожие мнения, схожие эмоции. Потому что я знаю то, что на некоторых нарциссовские мускусы звучат некрасиво, садятся некрасиво. Звучат таким грязным, неподобающим образом. Поэтому если общая картина, общие впечатления от Narcissa Rodriguez у вас положительные, то, скорее всего, этот аромат также вам понравится. То есть здесь стандартный нарциссовский вот этот вот чистый скрипучий мускус с добавлением очень вкусного, очень такого сочного, очень ароматного, да, того самого жасмина. И именно это сочетание делает его ещё более женственным, мне кажется, ещё более таким притягательным, томным. Меня он просто завораживает. Я сейчас вот его нюхаю и тоже как бы с трудом его могу описать, потому что он настолько для меня общий и целый, то что не могу я его разделить по нотам, так вот прям вот по полочкам. То есть чувствуется однозначно стандартный Rodriguez'овский мускус, яркий жасмин, возможно, немного горчинка лимона, но, опять же, общее впечатление – это белоцветочный букет, такой вот прям в меду, медовый, да, аромат медовый, но не переслащенный, не гурманский, не то что ложка, допустим, стоит, а просто такой вот немного на тему медовых цветов, то есть нектар. Много можно слова говорить, но если вдруг вас заинтересовало, всё-таки лучше, наверное, где-то попробовать. Я вам искренне желаю найти этот аромат, если вы заинтересовались. Отличный шлейф, ещё раз говорю, это один из самых комплементарных, самых тонких, женственных и просто влекущих, зовущих, сногсшибательных ароматов. Всё, на сегодня это всё. Я думаю, вам было со мной интересно. Если да, конечно же, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, в комментариях делитесь вашими такими вот прям вот такими вот самыми-самыми шлейфами, тонкими женственными ароматами, с удовольствием почитаю про них. Если наскребу ещё что-то, обязательно сниму, возможно, подобное видео, если вам оно надо. Ну всё, я вас всех люблю, целую, пока! Субтитры подогнал «Симон»!